Доклад в которых были участниками сразу несколько человек и они это видели все своими глазами Итак, события происходили в селе Красном это лекция с героем Тульской области ну примерно географию, вот здесь вы ее видите в нижней части рисунка не само село а красные метки показаны на самом месте, где находится священный источник в котором происходили события, о которых я расскажу сама природа но природа сделана таким образом это огромная лощина примерно метров тридцать глубиной завернула шутка и там внизу в этой лощине протекает небольшое ручей есть несколько различных ручей и один из этих источников является древним священным источником там стоит там 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 вода вытекает так вот внизу на картеночке показано как устроен сегодня священный источник когда не поделана такая сейчас а вот в стенке там это христианские последователи до этого был источник так как когда трое молодых уже не молодых людей от 50 до 60 лет и одна девушка в районе 30 лет они пошли начали в очередной раз искупаться в этом источнике прелигиозных целей до вечера до вечера там проболтали про говорили и когда начинали началось что я спрашивал всех и вместе чтобы узнать насколько появилось что-то может быть какая-то разная реакция была у всех реакция была одна и вот я тогда это было где-то лет примерно 10 назад я тогда как раз заинтересовался вопросом что это хозяйство и в результате моих исследований скопился материал я вам показал во-первых в книге у нас под чертой Макбаша которая в продаже еще по-моему посвящена это книга богини Макбаша которая является вторичной правительницей священных источников и есть у Макбаша специальные сказки у моей книги сказки на библиотеке Ивана Круглова сначала я расскажу что такое Алексин почему собственно там происходит такое чудесное явление ну или волшебное явление здесь терминология не все важна Алексин город Алексин это это обозначение рая то есть то что сегодня мы говорим например о аналогичных местах это древний вариант рая которые были до тех времен пока люди не направились до востока до запада и другие по гербер по гербер это все видно гербер кто знает геральтику гербер сказали что зашифровано именно расположение земель которые соответствуют данному городу или деревне или еще сего или стране и это соотношение их государственных впечатление вот например внизу 3 герб герб санкт-петербург герб ватикан каждое времена это было свое обозначение раю вот вы видите особо это ярко показано на гербе ватикана и там в прямую изображены два ключа от рая который один золотой открывает дверь ведущую в рай а серебряный ключ открывает дверь ведущую в ад это кстати система и отражена в сказке ангуратинов который тоже искал дверь в ад и поэтому золотой ключ открывается самопроизведение та же самая символика двухнерцик с другими изображенными предметами в гербе санкт-петербург в гербе тулов и в гербе олексии но в гербе олексии это старая символика самая старая символика и вот эти две как их сегодня называют булавы это на самом деле два веретина и эти веретины как раз принадлежат той богине Макоши структуры которая трехчастная центральная богиня сама она которая из трехчастей состоит это богиня судьбы правое ее крыло это богиня жизни живо а левое крыло Это богиня Мара, значит, смерть. И богиня Шива придёт свою нить, которая называется нитью жизни, а богиня Мара придёт свою нить, которая называется нитью смертью. И вот в результате получается два таких херебина. И человек откладывается из этих херебён определённая судьба. Анти, вот тоже есть 12 мест на нашей территории, это герб Иванов. Где, собственно, эта богиня Гакоша изображена в полном своём виде, как девушка, которая придёт нить и смертью человека. Дальше. А сама по себе Гакоша, в древности, она всегда рисовалась русалкой. Русалка всегда была с крыльями. Это не как сегодня предполагают, что это дева с хвостом, или просто целярский женский торс. А это с крыльями. Справа вверху картинка, это алхимический символ, древний символ русалки. Где левое крыло, вы видите, оно означает богиню Мару, или после смерти. А правое крыло, красное, означает богиню Жили. Статус источника в результате получается, что это священный источник, через который человек может попасть в рай, и потом, если он достойного воскрешения, он выплывает оттуда в виде русалки, и воскрешается, и становится мессией. Таким образом, в сказках дальше пошел сюжет, например, о Моисее, которого за бочки пропустили по реке. Много таких сюжетов, они просматриваются постоянно. Есть и Исида, спасла гора, тоже, которую бросили в болотах Дельты. То есть в каждом народе в определенное время повторяется один и тот же такой сюжет. Это как раз мессианский сюжет. Но вообще, законная, так скажем, одна мессия, это как раз Макоша. Поэтому слово Макоша, мессия, это коренные слова. Именно она только может одна проникать на тот свет, условно, в рай или в ад по разным тракторам. И возвращаться оттуда живой, но всегда она туда прыгает, живой девушкой, когда он возвращается в живую русалку. Если кто помнит еще про Мадинову, у нас сказка была в 30-е, там или какие-то годы. Роу показывает точно год. Вот когда Мадинову прыгал, вот это как раз этот сюжет был и показан. Также Макоша еще и показывают в виде матки пичеволок, потому что, в принципе, это тоже и поставь, как немножко другая. Вот внизу две старые, старинные бляхицы, потому что они показаны. Монкуляции с источниками немножко остановились. С точки зрения реальной традиции, то есть древней традиции, в источнике нельзя лазить ни ногами, ни руками, ничем. Можно только пить воду и омывать лицо, почеркивая чашку, то есть не руками туда лазить, а умываться, чтобы чего-то не спекало. Именно брать. В христианской традиции, в чём мы заложили, мы заложили, мы заложили на колороны, и мы не слышали, что лазили люди полностью, с соседями своей горы под раками, во всей одежде, и занимались таким вот, очень хорошим действием. В древности, русалка Макош, она изображалась на французских домов, на бляхах, пожалуйста. В христианской традиции, она была, где был придуман уже противоположный символ, внизу две миниатюры, это уже русалка идёт как какое-то черпище, которое вредит путешественникам. Первая инкарнация русалки и Макош, это была серая уточка. Ну, мало кто знает, наверное, историю, но это та, которая уточка есть, которая буквально породила землю. То есть, та уточка, которая была в Молочной реке, была месила своими лавками, и в результате смесила масло, на котором дальше пошла развиваться земля. Вместо этого события, оно вроде-то кажется сказочным, но это было реальное событие. Вместо этого реального события, это правительство полка, который нас был в Москве, который нас был по результатам этого события. Дальше символика Макоши, она преобразовалась и стал отражать иудину. Вот вы видите, это влево-верх рисунки иудину, традицию. Даже ведь бог, вот радио Средневековедия, наверху утка, на голове сидит. Такая же традиция есть в древнем Египте, обращал внимание, многие шлемы, многие уголовники из брошей в виде иудки, которые, вот что прямо здесь на рисунке вот показано, в которой крылья опущены, практически у всех богов, которые имеют высокий сан божественности. Дальше это Макоши, она трансформировалась уже в царевну лебедь, которые вы тоже всегда прекрасно знаете по русским сказкам. Вот Макоши царевны лебедь, она тоже отражена на этих картинках. Суть царевны лебедь в таком плане, это отражение небесного созвездия лебедь, это единственное созвездие, которое расположено вперед плечному пути. То есть Макоши это единственное созвездие лебедь, это единственное созвездие, которое может пересечь плечный пункт и вернуться назад. Мифология такая, она, в общем-то, не местная мифология, и так и осталась. В крестьянской традиции тоже. Из этого троечного образа Макоши был взят только образ Девы Марии, то есть Бодины Смерти, который начал развиваться. Сначала Дева Марии была тоже стрелять с теми же консалочными, и вот тот месяц, который косой плестит, после уже падает в море, и он стал изображать другой символ, а также смыслом то же самое. Первый христианский ком, посвященный Деве Марии, отображали Макоши иногда в троечном символе. Вот вы видите Деву Марию с младенцем, и те две головы, которые стоят сегодня в образе, они изображены на этой иконе. Вот таких икон очень много, это самые древние иконы. Вы видите как раз ее в центре самого Макоши, это в том месте, где она сегодня, российского герберта, как бы отцепробела, корона висит в море. Вот еще другой вариант. И вот вариант Ермабы, про который я сейчас только что сказал. То есть российский герб, это как раз герб, посвященный Макоши. Макоши – это богинь судьбы, и ее именем названо наше адрес. Дальше мы можем понимать, каким образом происходит видение вот этих образов, которые появляются тогда в таком разборке, в реалии, в полупрозрачном виде. В принципе, вот на этих картинках все видно, что если у вас есть определенные возможности в данный момент, они могут складываться, допустим, из атмосферы, из каких-то психических состояний у вас, из свободности внешней, так вот, перед грозой, допустим, еще что-то, то некоторые образы проявляются таким же образом, как, например, видимо, дипломизором, или дипломизором, или рентгеновым каким-то, или рентгеновским видом, или, как бы, гитара, со струны снимать, в принципе, тот же самый, электромагнитный курс, боковой информационный. Ну а дальше… вот здесь уже математика сенсорик очень интересная. Значит, точкой А обозначен этот тот потенциал, который представляет собой единица какого-то любого образа, абсолютно какого-то, материального, нематериального, какого-то алгоритма. Сверху на переменной вы видите масса М, R – это расстояние, размер, И – это информация, внизу Q – это электрический заряд, T – это время, X и Y – это любые переменные, которые вам захочется найти и узнать из этой тематики. Вы можете поставить любые полученные результаты изучения сюда. Форма самой формулы, она непринципиальна. Можно этими местами менять все абсолютно переменные, которые сюда входят, результат не изменится никак, изменится только представление о том, что в объекте, который вы изучаете, грубо говоря, либо будет по километрам в час, либо за час вы проедете определенные километры, а смысл все равно не изменится. И всегда вы сможете с помощью этой формулы или похожей формулы посчитать определенные и образные, и материальные, и любые события, по тому же принципу, хотя бы как бы словом изображенном внизу, и различные животные показывали достающие, достающие и проявленные части. И последнее, что хочу сказать, это то, что объективный мир у нас, он состоит из бесконечного количества переменных. Мы сегодня познали определенное их количество, ну я не знаю там, кто назовет, десять, кто двадцать, кто сто, это неважно, потому что бесконечность далеко. Поэтому путь до познания мира у нас еще долгий. И закончу я на том, что все это, если все совокупности данные о современном мире, вот все, что сегодня говорили, до этого говорили, еще будут говорить. И вот идем к тому, что реальный объективный мир, это скорее сегодня он сходится к тому, что это типа компьютерной игры, в которой мы являемся не последовательными методовской физикой и непоследовательными максвиттской электродинамики, а совершенно другими создателями, созданиями, которые были сформированы также абсолютно алгоритмами, как и наши современные покемоны, компьютеры. Поэтому говорить о том, что допустим, существует этот идеальный существитель и существует этот идеальный сделать это все совсем другими способами. компьютерной игры нет даже людей, которые существуют, которые не занимаются на 100%. Все, вопрос. Я вопрос, вопрос. Пусть любезна, неударична, почему золотой ключик и серебряный и серебряный обозначает то, что вы с тобой знаете, почему хребомарий могли смерти, если он не реализует? Значит, на первый вопрос отвечаю. Почему золотой ключик и серебряный обозначают рай и яркий? Это просто принятые алгоритмические символы. Это традиционные, поэтому... Да. И отсюда, кстати, идет поверие, что серебро убивает различные там, зло и там, подобное. естественно, она не в том, чтобы убить человек, а чтобы убить зло. А Дева Мария? Дева Мария это тоже известный старинный отручский термин именно богиня смерти. Но смерть обозначается не как убийство. Опять, не как процесс перерождения. Хочу поставить теорию реинкарнации. То есть, чтобы уберечь, чтобы вернуться. Да, пожалуйста. Один второй главный человек или что вы положили в этот филе? Да. Ну, просто с той 200 лет назад, 300 лет назад превалировала на терпоцентрической теории. Вся физика строилась по системе от наблюдателя в Уболке даже Эйштейна подел наблюдателя в систему и от наблюдателя строился Мы должны понимать, что человек не является центром мира, а является одной из его частей, поэтому центром человек надо убирать и брать определенную независимую какую-то точку наблюдения, даже не человека, а какого-то внешнего разума, человек не отключен в систему наблюдения, поэтому от того, как и его... Ну так, давайте последний вопрос. Андрей Александрович, Вы говорите о мире реально. Вы отличаете мир реальности и откуда вы достигаете? Ну, если переводиться в реальность, то лучше переводиться как-то с ним. Если переводиться в реальность, то можно переводиться как-то с ним.